Согласно опросу Левадоцентра, 40% россиян ассоциируют пластику с неестественностью. Имеются в виду раздутые губы, непропорциональная грудь, ну и так далее. И лишь немногие знают, что пластическая хирургия – это не только про красоту, но и про здоровье, в том числе и психологическое. Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Программа выходит при поддержке Министерства здравоохранения Самарской области, Самарской областной ассоциации врачей и информационной поддержки журнала «Личный врач». Это программа «Звоните доктору». Сегодня мы про осознанную красоту. И в нашей студии настоящий хирург, хирург челюстно-лицевой, пластический Виктория Блинова. Здравствуйте. Всем здравствуйте. Разговор про красоту, он с одной стороны всегда приятный, с другой стороны очень дискутабельный, правда же? Да, соглашусь. И вот, например, лет, наверное, 10 назад, может быть, возьмем такой период, отношение вообще к пластической хирургии было одно, сегодня, наверное, совершенно другое, учитывая ваш вот этот более чем 10-летний практический опыт. Насколько оно изменилось? Вообще что изменилось? Ну, пластическая хирургия, она, конечно же, претерпевала свои изменения более 10 лет, да, как говорили раньше. И сейчас вы не смотрели сериал «Доктор Преображенский»? Нет, к сожалению. И там как раз было про пластику советского человека. И доктора в то время, да, они, как правило, челюстно-лицевые хирурги были, реконструктивные хирурги, то есть пластика говорили полшепотом. Было мнение, да, бытовало, что человек советский, он сам по себе красивый, и в нем, конечно же, ничего не нужно менять. То есть человек стареет, да, это красиво, это естественно, и в природу вмешиваться ни в коем случае нельзя. Все это, как говорится, от лукавого. Вот. Что было 10 лет назад? Ну, наверное, она была дороже пластика, она была доступна не каждому. Ну, конечно. То есть пластика, она была для избранных. В настоящее время, в принципе, у нас очень много специалистов, да, как высококлассных специалистов, так и не очень, да, честных специалистов. Вот. И каждый, как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. То есть можно найти на любой карман, на любой вкус, да, для себя пластику. И, наверное, травматичность сейчас меньше, можно так сказать или нет? Ну, смотря какие вмешательства. Здесь, конечно, допустим, если мы говорим о пластике лица, о разных ее зонах, то, да, конечно, мы ищем более, менее инвазивные, да, с более высококлассным результатом методики. Вот. Но если мы говорим уже о более глубоком вмешательстве, то, к примеру, смаз-подтяжка, да, круговая подтяжка лица, то, конечно, здесь она сама по себе более травматична. И если же мы говорим о эндоскопии, да, эндоскопия – это более у нас продвинутый такой метод в пластике лица. Да, она менее инвазивна, с более быстрым сроком реабилитации. Но эндоскоп мы сможем использовать только в верхней и средней зоне лица. То есть если мы говорим о шее и об овале лица, здесь мы не используем эндоскоп. Я читала, что вы посетили более семи стран с целью совершенствования, приобретения нового опыта. Скажите, а вот подходы к красоте у нас и у них одинаковые? Подходы, конечно же, подходы, они одинаковые, но интерпретация немного разная, да. То есть есть понимание, к примеру, гиперкоррекция, да, есть понимание естественного, да, образа. И мало того, что это не только разные страны, да, но и у каждого доктора видение красоты, оно свое. Поэтому пациент, он ищет своего доктора. И я часто слышу, да, к примеру, у коллег, что вот ко мне приехала пациентка из Японии, к примеру, да, из Штатов или там из Германии. Но давайте копнем глубже и спросим, а эта пациентка, она уроженница откуда? Скорее всего, она из Российской Федерации. Вот. Ко мне также приезжают, да, из-за границы, к примеру, пациенты, но это наши девушки, славянские девушки, да. И, как правило, они говорят, что я замужем, к примеру, за иностранцем, и он любит славянскую красоту. Поэтому за пластикой они едут к нам. Но японка, она не поедет к нам в Россию, да, делает себе пластическую операцию, как и американка, в принципе. Вот. Поэтому, да, у всех видение разное. А вот смотрите, каждое время приносит свой какой-то эталон красоты. Какой он сегодня у нас? Что в основном, какая женщина пользуется, ну, популярностью, скажем так? Женщина популярностью, ну, я думаю, что раздутые формы, они уже не популярны. И все-таки это идет к моложавому, но более естественному виду. То есть губы, да, чересчур наполненные, надутые, они уходят уже. Уходят? Уходят. Я думаю, многие сейчас возрадуются. Да, это все реже-реже. По поводу больших объемов груди, да нет такого, да. Я сама, к примеру, да, у меня много знакомых, к примеру, да, приятелей, кому я задаю вопрос, а вам нравится искусственная грудь. На самом деле многие даже не могут распознать, да, естественная она, к примеру, или надутая. То есть красиво выполненная, к примеру, большие формы молочной железы, которые выглядят естественно, да, но женщина пожелала эту пышную форму. Но многие мужчины могут, в принципе, да, и не отличить. Вот она, допустим, большая, вернее, естественная или она, как многие говорят, резиновая. Вот, а если мы, к примеру, худощавые девушки, да, у которой, ну, изначально телосложение, оно не позволяет установить, к примеру, большой имплантат, да, молочной железы, но он устанавливается, потому что она захотела, но при этом этот имплантат, он прощупывается, да, мы получаем какие-то осложнения, да, риплинг эффект, множество эффектов. Тогда это выглядит, конечно, некрасиво и неестественно. Популярная женщина – это самоуверенная в себе женщина. И если она знает, к примеру, да, что она хочет, ну, сопоставив, конечно, да, чтобы это было осознанно, вот, и она несет себя совершенно по-другому, значит, она уже будет популярной и востребована мужским полом. А бывает девушка, да, которая сделала множество пластических операций, успешных и красиво, но она так и не обрела эту самоуверенность, да, внутри себя. И она не популярна, к примеру, у мужского пола, да, соответственно, она что? Она будет сразу скидывать на то, что доктор не доработал, да, то есть не у себя проблемы какие-то, а доктор не доработал. А бывает женщина приходит и сделает какую-то минимальную, допустим, оперативное вмешательство, ту же самую верхнюю блефоропластику. Стало чуть-чуть получше. Что-то изменилось, да. Да, но женщина настолько расцвела, да, и она приходит и делится тем, что вот я работаю, да, в мужском коллективе. И вот прям вот от мужчин у меня отбоя нет. Все равно, как ни крути, пластика, пластическая операция, да, пластика, она, как правило, связана с мужским полом, если это касается женщины. Здесь связь, конечно, не разумеет. И у мужчины то же самое, да, то есть, допустим, часто мне задают вопрос, кто у вас чаще женщины, как пациент, да. Ой, я как раз только хотела вас спросить, да. Или мужчины. Конечно же, женщины, потому что пока мужчины у нас стесняются, вот, но я очень рада этому, что их становится больше. И на самом деле можно сделать очень адекватную пластику, когда человек будет выглядеть моложаво, хорошо, свежо, без признаков пластических операций. И кто в основном эти пациенты? Эти пациенты, которые, к примеру, женились, да, на помоложе, и у них маленькие дети, да. И, как правило, они приходят и говорят, у меня жена молодая, у меня маленькие дети. И мне жена сказала, давай что-нибудь сделаем, потому что ребенок-то маленький, сейчас придешь ты в садик, да, или в школу. И скажут, дедушка пришел за тобой. Вот, поэтому давайте что-то сделаем, и будет хорошо. Вот мы сейчас можем иронизировать, а действительно ведь проблемы для многих. Ну да, да, здесь, как говорится, у каждого свои проблемы, да, у кого-то по здоровью проблемы. И мои пациенты, они, как правило, здоровые, и слава богу, да, то есть эти проблемы, они разрешимы, те пациенты ко мне, которые приходят. Мы сегодня говорим об осознанной красоте, это программа «Звоните доктору». В нашей студии пластический и челюстный лицевой хирург Виктория Блинова, 202-11-22. Можно вопросы задавать, звонить к нам в студию. И хотела вас спросить о такой серьезной, мне кажется, проблеме. Ну, многие, не знаю, многие или нет, ну, есть люди, которые начинают делать пластику и не могут остановиться. И им кажется, что вот все время нужно усовершенствовать и усовершенствовать. Если приходит к вам пациент или пациентка, и вы понимаете, что его запрос, ну, не будет красиво, не будет эстетично, вы отговариваете, убеждаете, удается это? Да, конечно. Здесь даже не от того зависит, да, сколько сделает человек пластических операций. Сейчас на самом деле пластическая хирургия, она молодеет. И приходят достаточно молодые девушки, да, которые хотят в профилактических, да, мерах сделать себе пластическую операцию, чтобы оставаться долго молодой. Девушки, этого делать не надо. Молодость – это само по себе красиво. А пластическая, да, хирургия, она все-таки направлена не, допустим, не затрагивает темы, к примеру, уринопластики, да, там, ну, мамопластики, то есть когда не было, хотим. Вот. Возрастные операции, да, пластические операции, они не являются профилактическими методиками, а наоборот, они прибавляют, могут прибавить возраста. Поэтому, да, конечно, я стараюсь разговаривать, пытаюсь, да, общаться, убедить, что молодость – это красиво, что там изъянов нет. Если на самом деле изъянов нет. Вот. Поэтому не каждый пациент, он мой пациент. Но своему пациенту я очень рада. Давайте послушаем звонок. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос можно задать? Да, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот мне 53 года, и понятно, что, как бы, возрастные уже изменения на лице есть, и очень задумываюсь в последнее время особенно на пластической операции. Но, конечно, у меня к моему возрасту уже много различных, там, хронических заболеваний, и мне хотелось бы понять, какие исследования я должна пройти, и, может быть, вообще не противопоказаны пластические операции. Спасибо за вопрос. Я как раз хотела у вас тоже уточнить, так ли просто пришел и сразу ложишься на... Нет, это все не так-то просто. Конечно, изначально нужно попасть ко мне на консультацию. В процессе этой консультации, конечно же, я спрошу о том, какие есть у нас вопросы, моменты по здоровью. Конечно же, не каждый пациент, и еще раз, да, повторюсь, я говорила ранее, что мой пациент, он здоровый пациент. И рисковать, да, потому что многие операции, они, в принципе, проводятся под общим наркозом. Общий наркоз – это уже отягощающий фактор. И если есть заболевания сердца, да, хронические, возможно, там, инсульты, инфаркты, проблемы с веножным кровообращением, да, с артериальным кровообращением, то здесь есть определенные моменты, да, которые могут нам либо, допустим, отсрочить, отложить момент вмешательства, да, но параллельно, довернее, предварительно пройдя определенное лечение, посетив терапевта, да, эндокринолога, кардиолога, то есть как бы специалиста именно по профилю. То есть вы каждому пациенту назначаете разное исследование, да? Обязательно, то есть мы сначала, да, выявляем, потом мы либо это купируем, лечим, и тогда уже подготовившись, да, мы проводим оперативное вмешательство. Опять же, не каждое вмешательство, да, опять же, допустим, показано, мы говорим о более инвазивном, да, и менее инвазивном. То есть если приходит ко мне, там, к примеру, женщина 70 лет, да, и она говорит, что я хочу сделать, да, круговую подтяжку лица. И здесь я сразу начинаю думать, а есть ли какие-то сопутствующие патологии, которые могут помешать, да, к примеру, во время операции и далее в реабилитационном периоде. Бывают такие женщины, которые, ух, здоровые, да, и там противопоказания, уже пытаешься и так, и так их обследовать, да, сканировать, а их нет. То есть, в общем-то, ей показан даже там полный объем. А есть, к примеру, да, женщины, у которых есть противопоказания, да, и можно, к примеру, обойтись какие-то менее инвазивные методики, да, применить. Либо там подместные анестезии, да, либо более кратковременные, к примеру, наркоз, да, и менее инвазивное вмешательство. То есть здесь, конечно же, подход к каждому пациенту, он разный и индивидуальный. И, опять же, это идет общий список, да, вот как под любое оперативное вмешательство у нас идет общий анализ крови, биохимия крови, УЗДГ нижних вен, нижних конечностей, да, РВИЧ, да, гепатиты. То есть это полный список, он дается, обязательно пациент консультируется и далее потом ведется вплоть до дня, да, на госпитализацию. То есть нет смысла все-таки сначала там пройти какой-то круг специалистов, потом идти к вам, а окажется, что это не те были анализы, да? А здесь как бы какой смысл? То есть вот человек, он приходит, да, он говорит, во-первых, по желанию, хочу стать моложе, да, хочу стать красивее. И далее уже этот клубок, да, он раскручивается, раскручивается, да, подготавливается пациент, да, вплоть до дня, там, госпитализация. То есть все это можно сделать, да, я очень редко, к примеру, отказывала, то есть вот как бы абсолютно, да, но когда на самом деле риск превыше, здесь лучше не стоит, правда, и рисковать это, как говорится, не наше. А вот вы сейчас сказали, приходит ко мне на пластику пациентка 70 лет, я сразу уцепилась за эту фразу, конечно же. Есть ли какой-то возраст, когда уже, ну, поздно для омоложения? Нет такого возраста. Здесь вопрос от ожидания, да, опять же, вот женщина позвонила, да, говорит, что ей 53 года, и уже на лице видны изменения. Это, кстати, прекрасный возраст для того, чтобы выполнить, да, адекватный объем вмешательства и получить великолепный результат после этого. Если женщина, к примеру, да, уже приходит 70, да, за 70, то мы говорим уже о тургаре, о качестве кожи. То есть натянуть-то мы натянем, да, а уже тургар мы, к сожалению, никак не поправим. Лучше сделать, да, возможно, но, простите, девочкой там 20 лет, 25 лет, да, мы уже точно не сделаем. Здесь нужно как бы адекватно оценивать ситуацию. Очень часто, кстати, приходят женщины 70 лет, которые уже были ранее оперированы, и они на самом деле выглядят моложе своих, да, сверстниц, вот, и они уже, к примеру, приходят делать какие-то, правда, докорректирующие моменты, да, дабы, так скажем, удержать свой эффект. В этом случае, да. А когда ничего не делал, к косметологу не ходил, да, нездоровый образ жизни, да, там, курил там и тому прочее, да, вредные привычки, и при этом, да, не посещая ни косметолога, ни пластического хирурга в 70 лет, здесь, конечно же, у нас уже, так скажем, предложений меньше остается. Я напоминаю, что сегодня мы говорим об осознанной красоте и в нашей студии пластический челюстной лицевой хирург Виктория Блинова, и у нас есть уже звонок, я только еще раз напомню, 202-11-22, для тех, кто забыл номер телефона. Да, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Алиса, а у меня такой вопрос, вот хочу сделать ленопластику, но боюсь, ну, что может как-то быть забоняние, да? Как ли это? Или все-таки я ошибаюсь? Да, спасибо, про ленопластику как раз только хотела задать вопрос. Нет, воняние оно у нас, к счастью, не нарушается, это только при коронавирусе и то временно, вот, при ленопластике мы не вмешиваемся в вонятельный центр, поэтому оно может пропасть на некоторое время, да, правда, за счет травматического отека, но, как правило, в течение там недели, допустим, да, полутора недель все возвращается на другие свои. А вот, Виктория Юрьевна, как раз хотела спросить, читала, что статистика гласит, будто бы пациенты именно ленопластики боятся больше всего и очень долгое время не решаются, имея даже, ну, проблемы серьезные, действительно, не идут к хирургу. Ну, а насколько вообще обоснованы страхи к ренопластике и чего больше всего боятся? Ну, смотрите, ренопластика, она сама по себе не обусловлена, как бы мы не работаем, да, с серьезными проблемами. Серьезные проблемы, допустим, по нарушению дыхания, это у нас есть лор-врач, да, это в основном у нас перегородка, пазухи, да, другие немножечко структуры. Вот, и здесь боязнь, наверное, больше такого рода пациентов вызывает, да, понимание, что будут 5, там, 4-5 дней турунды в носу, и они не смогут дышать. На самом деле это бывают даже, да, такие прям серьезные панические атаки. Если же мы говорим о пластике, я с вами не соглашусь, потому что она настолько популярна в последнее время и набирает свои обороты, да, при том, что при современных методиках они, как правило, все отравматичны. И они сопровождаются минимальным отеком, да, к примеру, там, менее, допустим, по времени ношением гипса, да, и быстрейшим сроком реабилитации. Вот, то есть я с этим, наоборот, как бы, пациенты приходят на оренопластику еще чаще, 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 и это более популярная операция. Грудь и... Это статистики ошибаются, не я. Ну, возможно, может быть, это какая-то старая статистика, либо какая-то... Вполне возможно, да. Неправильная. Еще один звонок, послушаем. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, меня зовут Олеся. Вот, хотела бы узнать, как сохранить эффект пластики надолго, и сколько может продержаться эффект пятташки лица? Да, спасибо за вопрос. Я тоже слышала, что сколько лиц... На консультации это один, наверное, из самых важных вопросов, который задает, насколько хватит, да? Я не могу сказать, насколько... Вернее, я всегда, у меня один ответ, да, пластическая операция, эффект от пластической операции хватает на всю жизнь. То есть то, что мы переместили, отрезали, да, лишнее, как говорится, оно у нас не возвращается. Но у нас есть сила притяжения Земли, да, гравитация. И все равно у нас возрастные изменения, они продолжаются. Только они не так активно продолжаются. И, опять же, я всегда привожу пример женщинам. Если взять вас, к примеру, да, через 10 лет, то, допустим, да, там, Машу, которая не оперирована, и Машу, которая была оперирована 10 лет назад. Однозначно, та Маша, которая была оперирована, она будет выглядеть моложе, свежее, да, то есть более краше. Вот, поэтому, да, конечно, мы же не работаем, как бы, гвоздиком, да, и молотком, мы не прибиваем. И ткани, они имеют свойство растяжения. Поэтому здесь нужно понимать, что возрастные изменения, они будут происходить, но не так активно. Я понимаю, конечно, как работают журналисты и как работают телевидение, потому что сама в этой сфере. Вот скажите, где базис под всеми теми сюжетами, которые мы видим, что вот планировала такую-то операцию, эффект получился совершенно другой, вот изуродованное лицо, вот там все не так, как хотелось. Насколько точно можно спрогнозировать результат операции? Спрогнозировать, знаете, как, прогнозируют, наверное, можно стопроцентно сказать, да, это только Господь Бог. А уже прогнозируем мы вместе с пациентом, да, то есть когда приходит пациент на консультацию, мы с ним в одной упряжке, то есть мы работаем с ним вместе. В его праве, да, донести, что хотим получить, да, моё, так скажем, моя обязанность понять, что он хочет. И здесь на самом деле, да, кто-то хочет, знаете, вот я всегда пациента сажаю перед зеркалом, что касается лица, так как я все-таки специализируюсь по лицу, я сажаю напротив зеркала, да, и показываю все моменты и нюансы, которые мы можем достичь. У большинства женщин, да, понимание, что верхняя блефоропластика, это поднятие бровей, да, ну, практически у некоторых, да, вплоть до подтяжки лица, то есть они эффекта ждут. Бывает, блефоропластика, это операция, наверное, я не так часто её делаю, да, как правило, я смотрю лицо в общем, то есть обязательно нужно смотреть и положение бровей. То есть когда у женщины ей происходит подтазирование верхней части, да, именно височной области, да, бровей, мы не сможем решить эту проблему верхней блефоропластикой. То есть я сажаю и показываю, а вы точно не хотите вот этого? Потому что она, когда сидит за столом, не перед зеркалом, говорит, я хочу сделать блефоропластику, и мне лишнее, я хочу отрезать вот это. Я говорю, ну, это уже не блефоропластика, да, вы точно хотите вот это вот? Или хотите убрать только кожу? И здесь мы уже пытаемся понять, да, потому что, так скажем, на заре своей деятельности, когда я была моложе, к примеру, да, и менее опытна в принципе только, ну, в общении, вот, у меня были такие моменты, что я не могла донести, и, к примеру, выполнив там ту же самую блефоропластику, потому что это такой яркий пример, да, а была показана другая операция, пациенты в конце концов в итоге оказывались, да, не очень довольны и говорили, да, что плохо сделал блефоропластику. То есть здесь, конечно же, мы в одной упряжке, и здесь на самом деле нужно донести, да, а кому-то на самом деле эффект там полного омоложения не нужен, а им хочется чуть-чуть получше. И вот этот, да, успех пластического, кооперация, он обусловлен успехом первично проведенной консультации. И если все у нас сложилось, мы друг друга поняли, тогда будут оба довольны, да, и врач, и пациент. А насколько это важно вообще, установление взаимопонимания, контакта, эмпатия между врачом и пациентом? Это очень важно, потому что, знаете, опять же, изуродованное лицо, да, и тому прочее, то есть оно обусловлено чем? Допустим, серьезное осложнение, да, от неправильно выполненной техники или, допустим, повреждения каких-то анатомических структур, либо перетянули лицо, либо не дотянули лицо, верно? И здесь, ну, то есть мы и должны понять, да, что хочет пациент. Опять же, хирургия – это наука неточная. И осложнения, они на самом деле последствия какие-то временные, да, или осложнения, они бывают. Мы, конечно же, этого, да, всеми силами стараемся обойти, отойти от этого, да, но нет осложнений у хирурга, значит, хирург просто не оперирует, да, то есть, ну, как бы они должны быть. Не должны, но они бывают. Вот, и насколько ты нашел контакт с пациентом, да, как ты его поддерживаешь, допустим, даже в ту же самую, да, реабилитационную стадию. Потому что отек, да, он некоторыми воспринимается как какой-то, да, ну, отягощающий фактор. И ты должен на этой волне, когда ты нашел, да, общий язык, когда вошел в доверие, да, и тебе пациент доверяет, то есть вот этот вот сложный период, там, допустим, первые, там, 2-3 месяца, нужно пройти вместе, и это очень важно. А бывает вариант, когда осложнения появляются именно из-за того, что пациент не соблюдал рекомендации врача в период реабилитации? Да, 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 конечно, такое бывает, поэтому обязательно нужно слышать своего доктора, ему доверять, да, и выполнять полностью его рекомендации, потому что самое, допустим, грозное осложнение, да, это кровотечение в первое время, да, первые часы после операции. И если была выполнена операция, а пациент уже бежит с хойки, да, на голове стоит, там, допустим, активничает, да, полы моет, к примеру, там, разбирает шкафы, то это чему может способствовать? Может способствовать, да, какому-то скачку давления, артериального давления. Сосуд, который еще у нас не успел остановиться, да, закрыться, он может подкровить. Отсюда, ладно, там, допустим, синячок гематомы, да, это самое легкое, а бывает, да, допустим, гематомы, которые могут повлиять, там, допустим, и даже на орган зрения тот же самый, да, то есть здесь обязательно нужно все выслушивать и четко следовать рекомендациям. И опять же, доктор всегда, как правило, да, 24 на 7 на телефоне, если какие-то вопросы, да, уже по выписке дома, то лучше обязательно позвонить не в интернет, как это делают многие, да, интернет, кто там пишет эти статьи? Мы же не знаем, профессор, академик или просто Люся, правда? Вот, а доктор, это тот, кто приложил руку к вам, к примеру, он всегда на связи, и лучше, конечно, за первый вопрос задать ему, что делать, если бы случилось то-то, то-то. То есть получается, что пластический хирург непременно еще и должен быть психологом? Однозначно, да. Судя по всему, да? У меня, знаете, как, первое время была такая идея, может быть, посадить психотерапевта, психолога, да, за шторку, который бы мне помог, к примеру, да, разобраться пациента. Нет, или, допустим, вот при консультации, да, а за шторку, чтобы он просто слышал, да, так скажем, как проходит этот разговор. Были у меня первое время боязни. Но сейчас я думаю, что я неплохой психолог, и я, наверное, уже справляюсь. Правда, иногда лучше отказать пациенту, да, и убедить, что у него все хорошо, чем, к примеру, предлагать оперативное вмешательство. А вот смотрите, наверняка же люди приходят не только за красотой, а не только для того, чтобы выглядеть моложе, и тем самым наступит счастье. Есть, наверное, какие-то действительно внешние дефекты, которые человеку действительно мешают жить, осложняют его существование. И вот это очень тяжелый, наверное, психологический момент, да? Да, я соглашусь. Но здесь, опять же, нужно понимать, если этот дефект, к примеру, да, он требует каких-то костных вмешательств, да, какие-то там посттравматические, но это такое, наверное, группа, коллегиальная работа, да. К примеру, я работаю в основном с мягкими тканями, да, а, допустим, челюстно-лицевой хирург-травматолог, он работает с костной системой. И да, конечно, это отдельная критерия пациентов. И вот кого понимаю, да, так это в первую очередь их, потому что это может мешать там социальной просто, да, принадлежности как бы человека. Вот, поэтому, да, это есть отдельная категория пациентов, которой очень хочется помочь. Ну и в завершении, наверное, уже вопрос такой очень философский, и все-таки где грань между коррекцией и вмешательством в природу, куда не надо? А ее нет, этой грани. Мы так или иначе вмешиваемся в природу, да. У меня было несколько таких случаев, когда, к примеру, я выполняла ринопластику, да, там, мужчинам, допустим, молодому человеку, да, там, двум, пару девушкам, после того, как они скрыли от мамы с папой то, что они сделали, мама и папа с ними потом не разговаривали достаточно долгое время, да, потому что они не поняли, как человек, да, как детище, да, засомневалось в том, что они могли сделать что-то плохо. Вот, поэтому мы всегда вмешиваемся в природу. Беря в руки скальпель, делая разрез, мы вмешались в природу. Вот вы сейчас негативную такую окраску этому случаю, а были, наоборот, позитивные, когда вот ваше участие изменило жизнь человека? Это более чаще, да, случается. Это прям 98% случаев, когда вмешательство, оно, то есть, я еще раз говорю, даже какое-то минимальное вмешательство, и, к примеру, ко мне, я, как правило, прошу пациентов прийти показаться через месяц, да, и вот, когда открывается дверь и заходит, да, и я вспоминаю, кто же это, боже, неужели это там Людмила, да, или там Екатерина, которая тогда приходила, как серая мышка, а теперь она уже красивая женщина, которая расцвела и приковывает к себе взгляды. И характер меняется, ну, в смысле раскрепощенность. Да, да, именно как несет себя человек. Это приятно. Ну что ж, завершаем тогда наш приятный сегодняшний разговор. Разговор о красоте, это всегда приятно. Спасибо, Инесса, большое. Это была программа «Звоните доктору». Увидимся ровно через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова